Еще одна безоговорочная гордость местных жителей Этот, можно сказать, местный Афон Белая гора с мужским монастырем на вершине Называется она так, потому что снег на ней, как говорят, подолгу не тает Вообще в этих краях нет-нет, да и хочется сказать Ну надо же, как сейчас, например Ну надо же, как здесь спокойно и красиво Пермяки вообще народ талантливый и самобытный У них даже боги свои есть Вот так и называются пермские боги Дело в том, что даже когда сюда пришло православие Пермяки долго не могли понять и принять иконы И вместо них создавали вот такие скульптуры Сегодня это признанное произведение искусства И хоть пермские боги давным-давно история Своего рода продолжатель этой старинной традиции в Пермском крае есть Пойдемте знакомиться Егор Федорович, четыре часа до вас добирались И наконец-то добрались Здрасте Знакомьтесь, Егор Федорович Утробин Всю свою жизнь он прожил в деревне Пармайлово Где работал трактористом А после работы вырезал вот таких деревянных, как он сам выражается, идолов К религии как таковой они отношения не имеют Сначала Егор Федорович выставил их по периметру участка Чтобы они, как обереги, отгоняли от дома все плохое А постепенно все это переросло вот в такой трогательный парк-музей под открытым небом Вдохновляет Егор Федорович и народные сказки И традиционный коми-пермятский эпос Кудымош когда-то был, по коми-сказаниям, самый сильный мужик в этих краях Ага А этот перер-богатыр Перер-богатыр, вот Перер-богатыр То есть коми-пермятский богатырь получается, да? Богатыр, да, да Леш его победил Черки Да А эти вампиры Вот эти у меня опять дьяволы Леш, скажите, что это у вас за такая тяга чертей до дьяволов, а? В 90-х годах жизнь плохая была Злые вообще ходили Как говорится, на злобу времени, да? Я тоже злой ходил очень И как бы все свое, как говорится, вот этот негатив вы не, как бы не на людей, а на чертей, да? Тут баба ешки, эти сучки вместо носа То есть вы отталкивались от формы дерева, да? Ну, ну, ну Вот щурку привезешь, там, небом нарисуешь примерно И еще до пота лица рубишь Это все, как бы, вы из головы берете, да? Да, да, да Обалдеть Леш, да вы талантливейший человек С чего вдруг, ни с того ни с сего, работая на тракторе, решили вот такую красоту делать? Ну, когда молодой был, ветер кудрит репал Сила, сила маломальски была Вот и вырезывал этих идолов Мы точно не зря ехали По телевизору одна бабка говорила, что надо украшать твое жизненное пространство От того же мнения, хоть и живу в глухой деревне А незаметно жизнь пролетит, надо что-то оставить после себя Тут поле вообще было Я тысячу деревьев посадил, один Первый парень был в деревне Сколько же времени у вас это заняло? Я 36 лет стал вырезывать А сейчас вам сколько? 71 71? Да Слушайте, ну, выглядите-то вы прекрасно и кудри еще трепется Нет, кудри уже нет Все у вас хорошо Да, Егор Федорович, красота Вот вы говорите, что нечистая сила, да нечистая сила А по факту получается Лица-то у них добрые Не страшно, в этом свет какой-то все равно есть Егор Федорович говорит, что хоть на его импровизированный парк Даже иностранцы приезжают полюбоваться Жители деревни относятся к его творчеству скептически А жена и вовсе ругает Непонятно Вы только посмотрите, в какой живописный терем он превратил в собственный дом Сколько вы уже вместе живете? Больше 40 уже Да, он против этого моего влечения Что, все почти 50 лет против? Ну нет, это уже трудоемкая работа А вдруг дождохнешь возле идула Волнуются за вас? Слушайте, этому и есть любовь Песенка такая есть Я тебя искал день и ночь По звездной дорожке гнался От моей любви ты не уйдешь От моей любви не уйдешь Хороший вы человек, Егор Федорович Деревянные скульптуры, как дань прошлому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok